Более 60 учителей самарских школ, 20 из которых прошли отбор и стали участниками окружного конкурса «Учитель года 2023». Шестерка финалистов достойно представила Самару на уровне региона. Конверт с именем победителя вручает главе города Елене Лапушкиной. Зал в ожидании. Итак, учителем года, победителем окружного конкурса профессионального мастерства становится... Становится учитель физики гимназии номер 3 Файрушин Рафаэль Идрисович. Рафаэль Файрушин является двукратным обладателем звания «Учитель года» городского округа Самара. Прежнюю награду он получил в 2020 году. За время работы учитель физики зарекомендовал себя как талантливый и ответственный педагог. Его отличительные качества, по словам коллег, методическая грамотность, вдумчивость, творческий подход к обучению и воспитанию школьников, заинтересованность в результате и качестве своего труда. Для меня особенно волнительно стоять на этой сцене в такой знаменательный год. Год педагога и наставника. И пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить тех людей, которые поддерживали меня не только во время конкурса, но и на протяжении всего моего педагогического пути. В номинации «Воспитатель года» победила воспитатель детского сада номер 358 Нина Беляева. Педагог работает в группе для детей с речевыми нарушениями. А в номинации «Педагог дополнительного образования года» награду отдали Елене Савенковой, педагогу дополнительного образования Центра детского творчества «Металлург». Со сцены 68-й Самарской школы победителей поздравила глава города Елена Лапушкина. Уже неоднократно сказано, насколько сейчас серьезна роль педагога, насколько сейчас серьезна роль учитель и наставника. И именно поэтому президентом России Владимир Владимирович Путином в 2023 год объявлен годом педагога и наставника. И именно поэтому Дмитрий Игоревич Азаров, наш губернатор, уделяет такое пристальное внимание в сфере образования. Я искренне убеждена, что все наши участники конкурсов, все наши лауреаты, конечно, победители, именно те педагоги, именно те воспитатели, именно те учителя, о которых их ученики и воспитанники будут вспоминать всю свою жизнь с теплотой и благодарностью. В текущем учебном году в Самаре состоялось 23 конкурса профессионального мастерства для различных категорий педагогических работников. Число конкурсов увеличилось. Они модернизировались и позволяют участникам побеждать на областном и федеральном уровнях. В этом году заявки на участие подали более 600 человек. Это на 21% больше, чем в прошлом. Эта цифра удивляет. Она, пожалуй, самая большая за последние годы. И каждый руководитель, и сегодня мы пригласили руководителей, каждый руководитель понимает, что участие в конкурсе – это лучшее повышение своего педагогического мастерства. Номинантов многочисленных конкурсов наградили благодарственными письмами от главы города. Стоит отметить, что в этом учебном году педагоги Самары приняли участие в конкурсах профессионального мастерства на всероссийском уровне. Звание абсолютного победителя получила Оксана Штирбу, педагог дополнительного образования Центра «Радуга». И пока самым перспективным, амбициозным и талантливым педагогам вручали награды, в фойе школы под звуки классической музыки можно было окунуться в прошлое, освоить технику письма пером и даже примерить настоящий пионерский галстук, вспоминая уже свои самые счастливые школьные годы. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.